С начала этого года команды акселератора НТИ в Пермском крае начали работать с трекерами. Их ждет плотная работа, ну а затем в марте демо-день защиты проектов. Но в конце прошлого года на федеральном уровне Пермский край назвали одним из самых успешных в этом направлении. Ну а в дорожной карте развития НТИ в регионе встает в план к концу года заявить 25 таких проектов и вырастить 3 компании с выручкой более полумиллиарда рублей. На каком мы сейчас этапе и что нас ждет в 2021 году сейчас обсудим в нашей студии. У нас в гостях Николай Косвинцев, руководитель направления экосистемы НТИ в Пермском крае, АИР Пермского края. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что наше время. Давайте, наверное, тогда все-таки про акселератор, раз я уже начал про него говорить. Насколько я понимаю, образовательная программа закончилась. Что сейчас ждет проекты? Сейчас мы переходим к этапу такой персонализированной работы с командами проектов. Это означает, что у каждого из них будет свой персональный трекер, то есть человек, наставляющий их на путь развития, который будет как раз работать по расшивке узких мест, которые сегодня так и иначе препятствуют их росту выручки. Я напомню, что задача акселератора – это создать условия для того, чтобы компании потом в кратчайший срок нарастили свою выручку в 2, в 3 и более раз. То есть эти трекеры – это бизнесмены действующие, люди из реального центра? Это профессионалы, это эксперты, которые как раз будут работать именно в плоскости таких бизнес-составляющих проектов, не технологии, не разработки, но при этом, при всем, они попытаются диагностировать неочевидные зоны роста и развития. Поэтому, прежде всего, это эксперты, профессионалы своего дела. Ну и, наверное, по акселератору последний вопрос. Вы уже заметили, может быть, какие-то яркие проекты? Статистика на карандаш. У нас, я напомню, 25 компаний участвуют в акселераторе. Я попросил как раз коллег провести анализ того, кто, на их взгляд, на текущий метод, на текущий, подчеркиваю, является потенциальными претендентами вот в эти так называемые компании-носороги, то есть компания с выручкой более 500 миллионов рублей. Они мне сказали 7. 7 компаний назвали, даже есть вот этот такой установлен список этих компаний. И я посмотрел на прогнозные показатели, как будет выглядеть их развитие, как они сами видят свое развитие. При всех успешных факторах. При всех успешных, при условии, что как раз трекеры помогут им в расшивке этих узких мест и так далее. И удивительно, что они показывают как раз прогноз по росту выручки кто-то в 2 раза, кто-то в 3 раза, в 4. И даже есть компании, которые хотят показать 10-кратный рост. Это означает, что мы все-таки выбрали верное направление их роста и развития. И вот приложение как раз и трекерского потенциала, потенциала всех экспертов, кто их накачивал в виде мастер-классов, лекций, позволит все-таки выйти на вот эту заданную цель. Три компании-носорога по завершению дорожной карты реализации НТИ. Я думаю, ближе к весне с удовольствием мы обсудим эту историю. НТИ в Пермском крае. 2020 год. Дмитрий Песков, помощник президента по цифровому развитию, Пермский край называл одним из самых успешных. Как вы справились в 2020 году, если говорить в целом? Ну и сразу вопрос про пандемию. Насколько она там может быть затормозила, а может быть где-то даже ускорила процессы? Смотрите, с неких таких формальных вещей нас в хорошем смысле меряют по двум показателям. Первый показатель это какое количество проектов, технологических проектов регион подал в пассивные венчурные фонды, финансирующие как раз рост и развитие этих компаний. Мы обещали, что за вот этих два года, то есть 19 и 20 региона будет подано не меньше 20 проектов. Сегодня мы говорим о том, что заявлено... В дорожной карте вот в этой было, да? Да, да, да. Там даже 15, по-моему, было проектов. 2020 год 15, но с учетом 19 и 20, это в сумме 20 проектов. Мы заявили 28. 28 проектов, которые претендуют на общую сумму финансирования 4,5 миллиарда рублей. На текущий момент, с учетом опять же 19 и 20 года, уже одобренное финансирование составляет 344 миллиона рублей. Но заявки постоянно рассматриваются, дорабатываются, переходят в следующий этап смотра, выходят на финишную прямую. Это означает, что это как бы не то, что мы такой год завершили, вот столько и все. Это означает, что мы просто на текущий момент... Понятно, что это долго рассматривают фонды эти заявки. То есть из миллионов в миллиарды мы точно перейдем? А есть основания говорить, что мы какой-то такой моральный рубеж, перейдем вот эти красивые цифры, за которыми психологически хочется идти, мы все-таки перейдем. Второй показатель – это компания «Носороги». И о нем, в принципе, мы уже поговорили. Это такие формальные вещи, помимо того, что есть еще отдельные шаги, мероприятия, дорожные карты, которые говорят о том, как мы приближаемся к достижению этих показателей. Но важно сказать, что мы две трети пути прошли. И, по крайней мере, перед федерацией, перед стыкхолдерами, перед самими компаниями, мы выдерживаем те обязательства, которые приняли на себя в самом начале нашей работы. Почему Песков назвал нас одним из самых успешных? То есть понятно, что обычно все равно такие территории, как Новосибс, Томск, Москва, Петербург, Татарстан звучат, наверное, в первых числах. С кем мы здесь соревнуемся? Кто еще хорошо себя показывает? Я бы осознанно не стал нас сравнивать, понятно, со столичными городами, Москва, Питер, а попытался посмотреть на регионы, продвинутые в научно-технологическом аспекте. Это, конечно, Новосибирск, Томск, Екатеринбург и другие, Татарстан. И здесь я не готов сказать, что мы лучшие. Мы в чем-то, может быть, показали себя с какой-то лучшей стороны. Это тоже важно понимать. У нас есть еще зоны роста и развития, при том, что есть и конкурентные преимущества, уже даже понятные другим. Но, тем не менее, видится то, что вот эта системность, с которой мы, как регион, подошли к этой теме, она очень сильно подкупает. Что мы не просто какие-то свои отдельные сильные стороны выпячем, как это принято делать. Мы пытаемся и подтягивать наши слабые стороны, и тем самым вкупе показывать все то, что называется полноценной экосистемой поддержки начинающих компаний, действующих компаний, компаний так называемых скрытых чемпионов. У нас вроде такой экосистемный подход получается, это подкупает федерацию. И это означает, что мы не стесняемся своих недостатков, превращая их, тем не менее, в какие-то преимущества. И мы пытаемся усиливать уже то, что у нас есть в качестве заделов. А когда вы говорите про экосистему, это как раз в дорожной карте было на 22-24 годы выращивание технологических компаний и комплексная реализация НТИ в Пермском крае. Это и есть создание неких механизмов поддержки, механизмов продвижения их продуктов на рынке? Именно. Мы говорим о том, что все жизненные циклы появления сначала идей, проектов, команд и компаний у нас выстроены как в части регионального уровня, так и в части связки с федерацией, где уже принципиально иной объем ресурсной поддержки. И вот эта сквозная служба поддержки у нас выстроена, и она как раз помогает быстрому росту и развитию любых идей, проектов, начинаний предпринимателей, ученых, изобретателей. Соответственно, вот это то, что называется комплексностью, именно в связке жизненный цикл плюс вот эта сквозная поддержка, это мы прежде всего считаем в неком смысле лифтом, экосистемой и так далее. А как вот, я вот не зря эту программу назвал, как технологическим предпринимателям получить господдержку в рамках НТИ? Я бы ее дополнил, не только господдержку, у нас сейчас меры поддержки, меры поддержки, это ведь пока воспринимается, когда поддержать штаны, я так прошу прощения за это выражение, а хочется, чтобы это как раз были инъекции для где-то быстрого роста, где-то там развития, то есть вывода там себя, своих проектов, компаний на новый уровень, на новую орбиту. Вот хочется, чтобы меры поддержки воспринимали именно так. В этой связи, помимо господдержки, есть еще частные фонды, пассивные, венчурные, фонды с государственным участием, а есть отраслевые компании-заказчики, кто готов эту продукцию, эти разработки, эти пилоты именно применять в отношении своих интересов. Есть экспертное сообщество, кто готов как раз делиться своей экспертизой и тем самым опылять, обогащать вот эти проекты и команды. Соответственно, вот это все то, что там вкупе мы называем экосистемой, где господдержка только один из фрагментов, причем не основной. Вот это и все мы называем то, что помогает быстрому росту и развитию компании. Ну а вот вообще, как вы им можете помогать? Ну насколько я понимаю, там вот этот акселератор, например, НТИ, это там один из самых основных инструментов. Но ведь есть, наверное, и другие. Да, минимум с того, что мы начинаем, это информационное освещение того, что есть. Вот я уж как сейчас начал говорить про фонды, про господдержки, про экспертное сообщество. Ведь все начинается с того, что это есть, и на это можно опереться. Второй момент, у нас есть так называемый сервис по упаковке проектов для тех же инвесторов, тех же фондов и на те же меры государственной поддержки. Это тоже важная история, когда мы принимаем на себя часть задачи по подготовке всей этой экипы документов, на которые предприниматели, как правило, не хотят тратить время. То есть, как они, предприниматели, приходят, там, обычные предприниматели, в центр «Мой бизнес», точно так же они приходят к вам в единое окно. Единое окно, да. Как в технологической компании в большей степени. В этой связи агентство институционного развития оказывает вот эту единую входную функцию, единое сопровождение и так далее. И третий момент, мы в этом плане для них, как, знаете, как некий гарант того, что у них удастся там состыковаться с их стратегическим партнером, будь то инвестор, заказчик, да, там, или там, какой-либо единомышленник и так далее. В этой связи мы еще вот такую коммуникационную функцию выполняем. Но самое-то главное, самое-то главное, в итоге у нас удается вот такая системная интеграция всей картины целиком. То есть мы видим, как этот самолет складывается из всех деталей, да, а не только там, например, крыло. Да, нет смысла привлекать инвестиции и не помогать продвигать им продукты. Понятное дело. Вот у меня такой вопрос, когда вы говорили, то, что у нас есть там свои сильные стороны, и мы тоже с вами это не раз обсуждали, что очень много у нас проектов в рамках НТИ с промышленной привязкой, но они работают с нашими промышленными крупными гигантами, как бы, почему бы и нет, все хорошо. Можем мы в ближайшие 5, может быть, 10, может, 15 лет избавиться от этого такого промышленного следа на наших технологических компаниях? Как вы считаете? Я вот даже бы не ставил... Или, может быть, не надо его избавлять? Я бы ставил задачу цвавиться, я бы ставил задачу дополнять, потому что это действительно сильная сторона, которая вспомогает вот о том, что я уже сегодня много раз говорю, росту и развитию. В этой связи у нас может появиться область дополняющих вещей или вообще альтернативных вещей, но избавляться от этого промышленного наследия я бы точно не спешил, потому что это наша сильная сторона. Без вот этой истории, связанной с экономикой в виде производства, многие регионы как раз и сворачивают свои инициативы, потому что нет вот этого заказчика, на плечи которого можно встать и продвигать свою продукцию, например, за рубеж. В этой связи это наше конкурентное преимущество. Но вы задали интересный вопрос по поводу, есть ли у нас альтернатива. Да, действительно, сегодня вырастает огромный сегмент стартапов и компаний, связанных с медициной, нейротехнологиями. Причем это то, что мы раньше считали такой скрытой лошадкой. Сейчас федерация говорит, у вас есть на что посмотреть, нам интересен ваш опыт, нам интересна ваша проектность. С другой стороны, к концу этого года все-таки мы дошли до того, что официальный статус центра компетенции по сквозной технологии фотоника, присвоили все-таки вот этому консорциуму, во главе которого стоят пермские организации, пермский государственный национальный сельский университет и кластер фотоника с приборостроительной компанией во главе. Это означает, что мы на текущий момент показали весь тот задел, но при этом мы получили кредит доверия для того, чтобы выводить наши потенциалы уже не просто на межрегиональный, а на федеральный и мировой уровень. Это ведь тоже очень важная история. Поэтому промышленность, медицина, фотоника и другие еще неочевидные сегменты, это вот тот ассортиментный набор наших отраслей, социально-экономических, который нам позволяет себя комфортно чувствовать. А промышленность это точно наша сильная сторона. Спасибо огромное. Спасибо за ваше мнение. Николай Косминцев, руководитель направления к системе НТИ в Пермском крае. АИР Пермского края. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok